Добрый день, уважаемые коллеги. Мы хотели поделиться первым опытом исследования ПЭД с торотилтерозином у детей. У взрослых мы достаточно давно уже используем этот радиофарм препарат, но в связи с сложностями исследования ПЭД у детей, и за счет лучевой нагрузки, и административных вопросов, конечно, этот опыт у нас значительно меньше, но я думаю, что в ближайшее время это будет все больше и больше развиваться. В мире по статистике заболевания центральной нервной системы занимают от второго до третьего места, по Европе уступают только лейкемии, в России аналогичная ситуация опухоли ЦНС – второе место после лейкозов. Наиболее часто применяемые радиофарм препараты в нейроонкологии – это, конечно же, 11-углеродметионин, 18-торотилтерозин, 18-торхолин и 18-фтордопа. Второе телотилтерозин – это ароматическая альфа-аминокислота с предшествием катахоламинов, серотонина, наиболее часто применяемые радиофарм препараты в дифференциальной диагностике лучевого некроза и продолженного роста объемных образований, и дифференциальной диагностики с воспалительными изменениями, ну и также для стадирования глиома. По данным мировой статистики, чувствительность и специфичность метода сопоставимы с данными, получаемые при исследовании с 11-углеродметионином. В мире применялись различные аналоги второтилтерозина. Наиболее используемые – это вторметилтерозин и 2-фтортерозин, но учитывая более худшее физиологическое распределение в головном мозге и в других структурах был выбран препарат как второтилтерозин, впервые использованный с 1999 года и сейчас используется с однокассетным синтезом и выходом радиофарм препарата порядка 20-30%, с высокой радиохимической частотой около 98-99%. По транспорту второтилтерозина осуществляется с помощью активного транспорта в клетку, используемый ЛАТ-2 транспортной системы, в отличие от того же метионина или альфа-метилтерозина, который использует ЛАТ-1 транспортную систему. ЛАТ-2 транспортная система меньше встречается в очагах воспаления, с чем связан более низкий захват этого препарата в воспалительных очагах и при нарушении гематенцифалического барьера. И второй важной особенностью второтилтерозина является более длительный период полураспада и, соответственно, возможность проведения динамических или многоэтапных исследований, которые, на наш взгляд, выраженно увеличивают специфичность метода. Основные три паттерна накопления радиофарм препарата, которые описываются в мировой литературе и по нашим тоже, соответственно, данным. Первый паттерн накопления – это планомерное накопление радиофарм препарата от первого этапа к третьим с пиковым значением на 30-40 минутах. Второй паттерн характеризуется плавным накоплением радиофарм препарата с формированием или плата, или медленным снижением накопления и пиковыми значениями накопления на 10-20 минуте исследования. И активное накопление радиофарм препарата в первые же минуты исследования с выраженным вымыванием препарата на последующих этапах и пиковое значение достигается в диапазоне от 0 до 10 минуты, чаще это 5-7 минуты исследования. В связи с этим нами было принято решение проводить не динамические и не статические исследования, а применить трехэтапный протокол. Первое сканирование мы проводим на 5 минуте исследования, ну в диапазоне от 0 до 5 минуты исследования. Второй этап это 10 минута исследования и третий этап это 30-40 минуты от начала введения радиофарм препарата. В течение последнего года нами проведено исследование порядка двух минут. 137 всего пациентов с галиальными образованиями головного мозга, но у детей всего 20 пациентов проведено. Из них 18 пациентов исследования после проведенного лечения. Кроме оценки метаболической активности в объемных образованиях, обязательна и оценка соотношения уровня накопления радиофарм препарата к неизмененному веществу головного мозга с обязательным захватом при оценке как серого, так и белого вещества. Получаемый нами типы кривых не отличаются от тех, которые опубликуются в мировой печати. Непрерывно растущее накопление радиофарм препарата характерно больше для доброкачественных или неопухолевых образований и в том числе характеризуется для лучевого некроза. Кривые с пиковым значением накопления радиофарм препарата на втором этапе с формированием либо плавного падения, либо с формированием плата характерны также для злокачественных образований, для рецидивов. В рамках дифференциальной диагностики первичных глиом наиболее часто встречаются в варианте анопластической астроцитомы. И непрерывно падающее кривое накопление радиофарм препарата с наиболее активным накоплением на первом этапе и быстрым вымыванием препарата для наиболее агрессивных опухолей и, соответственно, продолженных ростов и рецидивов. Наиболее часто встречаемые опухоли, конечно же, это медолобластомы, астроцитомы различной степени злокачественности и различные варианты эпендемом. В зависимости от степени злокачественности гистологической дифференцировки опухоли выражена, меняется и выживаемость данных пациентов. Хотел бы показать несколько примеров. Так, пациент в возрасте 15 лет, диффузная глиома, гистологически подтвержденная после уже четвертого МРТ исследования в динамике. Накопление радиофарм препарата в данном регионе не отмечается, ну или, по крайней мере, соответствует фоновым. С низкими значениями и с типичным графиком первого типа. Следующий пациент анопластическая астроцитома. Массивное поражение глубинных отделов обоих гемисфер с невысоким накоплением, очаговыми фрагментами накопления по магниторезонансной томографии. По данным ПЭД, сторотел тирозином накапливает весь объем опухоли за счет и солидной инфильтративной части, и с формированием второго, или даже, можно сказать, третьего типа накопления радиофарм препарата с выраженным пиком на 10-й минуте и дальнейшим вымыванием на последующих этапах. По первичной диагностике глиальных образований хотелось бы сказать, что важным является то, что цифры накопления больше 2 в 57 характерны больше для злокачественных образований. Это как пороговое значение между низкой степенью и высокой степенью злокачественности. Дифференциальная диагностика между первым и вторым грейдом не представляется возможным. И аналогично между третьим и четвертым грейдами. Только определить высокую степень злокачественности, низкую степень злокачественности. Никому не секрет, что самое сложное в вопросе послеоперационных и после терапевтических исследований у пациентов с глиальными образованиями, как и у взрослых, так и у детей, это, конечно, дифференциальная диагностика продолженного роста и послучевых изменений, где чувствительность и специфичность магниторезонансной томографии значительно падает. На данном примере хотел бы показать пациент в возрасте 4 года, состояние послехирургического лечения, лучевой терапии, химиотерапии, активный участок накопления по данным магниторезонансной томографии и отсутствие накопления по данным второй тела тирозина, характерные графики в виде плата или нарастания первой паттерны. Пациент с глиобластома, рецидив через 5 месяцев после проведенного лечения, накопление по данным магниторезонансной томографии и выраженное накопление радиофарм препарата с формированием плата, характерного для рецидива опухолевого процесса. Пациент 11 лет глиобластома, состояние послехирургического лечения, лучевой терапии, неоднократных ревизий по удалению очагов продолженного роста. По данным магниторезонансной томографии, по данным исследований с торетил, тирозином отмечается продолженный рост опухолевой ткани, активное накопление на первом этапе с последующим вымыванием, типично для злокачественной структуры. Хотелось бы остановиться на применении препаратов с аминокислотами в дифференциальной диагностике и вообще, собственно, подход к использованию этих препаратов. Это касается и взрослых пациентов, это и касается и детей, но только единственное с поправкой на лучевую нагрузку. Исследование с имитианином и фторетил, тирозином, любыми аминокислотными препаратами имеет смысл на дооперационном этапе в вопросе дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных процессов, определение границ опухоли, определение точки для проведения дальней биопсии и непосредственно после резекции опухоли для оценки радикальности проведенной терапии, планирования лучевой терапии и получения отчета перед дальнейшей проводимой химиотерапией или лучевой терапией. Но у детей это, конечно, значительно менее распространено. И дальше, после уже проведенного химиотерапевтического лечения, дифференциальная диагностика, конечно, лучевого некроза и продолженного роста. Краткие итоги. Определение степени злокачественности опухолевых процессов. Ну, хотелось бы сделать поправочку, что только в тех случаях, когда эти изменения нельзя оценить по данным магниторезонансной томографии, когда это спорные случаи. Определение точных границ и размеров опухолевой ткани, как сказала Татьяна Юрьевна, по данным магниторезонансной томографии и ПЭТ, сильно различаются. Накопление МР-контрастного препарата осуществляется не во всем объеме опухолевой ткани. Фильтративная часть опухоли значительно лучше накапливает аминокислотные радиофарм препараты. И оценка радикальности хирургического лечения. Хотелось бы подчеркнуть, это, наверное, основное применение данного препарата в нейроонкологии у детей. Спасибо за внимание. Спасибо, Артем Игоревич. Наверное, следующий доклад был бы интересен, если бы мы сравнивали чувствительность этих двух методов, потому что огромный опыт, который имеет Институт мозга, и стартовые такие вот сведения от Института имени Блохина, они, конечно, в будущем будут накапливаться, и мне кажется, было бы адекватно услышать вот именно это. Клиницистам очень хотелось бы услышать чувствительность, что имеет большие преимущества, можем ли мы ориентироваться все-таки на эти методики, потому что, например, за рубежом, насколько мне известно, и по публикациям больше идут исследования с использованием тирозина, чем, например, метианина, и нет четких стандартных критериев, в каких ситуациях мы должны ориентироваться на тот или иной метод.